Первая защита, экзаменов, представитель говорит, что в 15-й служба с делью мгновением, 1-й служба с дельюels, 1-й служба с делью посредством с делью, 1-й службы в саду и дель ra. В этом саду в саду в саду, в саду в саду в саду, в саду в саду в саду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Д Radar Субтитры создавал DimaTorzok Толщина наших площадей составляла и варьировалась от 350 до 455 метров, в зависимости от выбора площадей. На данном случае представлены как раз таких методов изготовления деловой структуры, то есть на основе поискового времени, которые включали в себя следующие технологические процессы. Первое. Процесс прообразования у нас существует элементом биополитического давления. Почему именно этот метод мы выбрали? Потому что в зависимости от плотности аналитного тока, времени давления, напряжения, достава электронита, можно получать структур с разной степенью и пористости, и разной степенью морфологии. От аналитного тока до макрофологии. К нами были использованы ячейки метрические, вертикального и горизонтального типа. В качестве метролита использовались сходы структуры и расстройки плавиковой кислоты, а также сходистого аммония. Сходистая аммония заменял плавиковую кислоту в каких образах, которые он полагал использовал в качестве приводительского производления. Далее. С целью создания широкозонового окна напоревки структурского племя мы создавали эту структуру, как предпринимательное племя. Также эти структуры позволяют стерилизировать в параде фрикторских плоскостей. Для создания полем-перехода мы лихировали на шестердную структуру только по проводимости. Для создания контактов мы применяли метод вакуумного табыления, кемически чистого алюминия. Геометрия контактов для каждой области применения там была своя. На данном слайде представлены микросфотографии полов образцов с пористым слоем, сформированным на различных типах поверхностей. Значит, в планах доступных микросфотографий полов можно судить о геометрии пористого слоя, о его величине, о его толщине и о том, какими особенностями обладает та или иная поверхность. Допустим, на шлифованной и текстурированной поверхности образование полистого слоя происходит локально. Размеры порта, которые мы получали, вакуировались от нескольких десятков нанометров и нескольких метров. Определяемые из анализа ранней фотографии микросфора толщины пористого слоя участвовали в геометрической мерке определения пористности структуры. На данном слайде представлены как раз как зависимость и пористность структур с течением времени. Для всех образцов на шлифованной текстурированной поверхности наблюдается следующее зависимость. При увеличении времени направления от 5 до 15 минут, пористность образцов везде уменьшается. Доказано, что основными факторами, влияющими на пористость, являются время отравления и плодность данного тока. Для определения состава пористого слоя использовались методы и кастер-красотокеи, и фото-люминисцентзеи. Данные и кастер-красотокеи представлены на данном слайде. Они говорят о том, что присутствует связь с пористым кремом и присутствуют следующие связи. Это кремный-кремный, кремный-жатарбот, кремный-сворот кремный и связь с другого ладжи. Причем связи с другого ладжи и кремный-сворот кремный достаточно имеют пологи и пепя, что свидетельствует о незначительном объяснении пористого кремния. На приведенных спектрах кремного-люминисцентзе и пористого кремния существуют две области, отвечающие за экситорную рекомендацию данных кристаллов и поверхностного слоя. Электрофизические исследования изучают для себя исследования контактным и бесконтактным способом. Мы измеряли отдельное электрическое сопротивление наших пластин. Для определения именно строки и проводимости использовался двузондовый элемент встречных зондов и четверзондовый элемент. Данные методы показали, что при использовании методов встречных зондов удельное сопротивление в четверг порядка превосходит удельное сопротивление, померенное методом встречных зондов. Поэтому данная структура обладает достаточно яркой анистропией электропроводности. Также были использованы методы контактных четырех зондов и бесконтактных встречных зондов для распределения удельного сопротивления по всей поверхности наших пластин. На данных двух слайдах, на 11 и 12, представлены как раз таки акты распределения удельного сопротивления по поверхности. Можно отметить достаточно хорошую согласуемость данных удельного сопротивления в максимальных значениях под исследованием отклонения, полученные как раз таки контактными и бесконтактными методами. Контактными методами мы измеряли с шагом 2 мм в 80 точках по нашей окружности, нашего поискового створа. Бесконтактными методами мы измеряли с шагом 5 мм в 20 точках по диагонали нашего квадрата. Значит, результаты обоих исследований представлены вот на этих двух слайдах. Я уже сказала ранее о согласовании. Следующее. Максимальное удельное сопротивление наших образцов по мере контактным и бесконтактным методам. Это 2 ома на сантиметр и получается 1,7 ома на сантиметр. 2 ома на сантиметр и 1,9 ома на сантиметр. Это максимальное масло-клонение. Следует отметить следующее, что однородно шлифованных образцов, как исходного, так и с выростным условием различных телоплечений, заметно выше, чем для образцов стикулированной поверхности. Для выявления оптимального режима получения теодовых структур были проведены зооперептические и оптические исследования. На слайдах 13, 14 и 15 показаны измерения экстрамберных характеристик и спектральной зависимости фототока, фуантовые эффективности. Оптические измерения заключаются в изменения спектральных коэффициентов отражения и фото-люминисценции. Какие выводы по этим графикам мы можем сделать? Получшими фото-люминисценциями характеристиками обладает структурой, полученной по методике хорообразования после диффузии. На следующем слайде также представлено реминисцентное исследование образцов ближней и коробности спектра. Мы видим, что пик фото-люминисценции показывает нам образец с максимальной толщиной куристского слоя. Этот пик приходится на длину волны 1,5 мкм и соответствует излучению муан-берды в нашем полисту структуре. Следует отметить, что в длине полистского слоя лимнисценция практически отсутствует. Так как мы получаем структуру с достаточно низким уделенным сопротивлением, порядка 2,5 см, мы можем, сказать, что правную структуру можно использовать, можно использовать подосновные кассеты диодов с пиками максимума 1,5 мкм. Чтобы управлять процессы образования, опираясь на физико-математические модели, конечно же, можно хорошо представлять себе механизмы, участвующие в этом процессе. По анализу литературы, который приведен в диссертации, можно сделать в виду о том, что любые процессы порообразования, независимо от характера и условий их инициирования, объединяет следующее положение. Это спонтанная локализация химического процесса в однородно распределенных областях на границе раздела племени электролитов. Я хочу подчеркнуть, что все существующие модели описывают именно порообразование с точки зрения планарной границы племени электролитов. В нашей модели, наша модель основывалась на непланарной границе племени электролитов, потому что поверхность наших образцов создала собой либо шрифтованную, либо текстулированную поверхность. То есть поверхность уже существующими правильными электролитами различной высоты. Значит, наша модель опиралась на основные три модели. Это диффузионная модель, это электростатическая модель и модель Баркера-шорки. Результатами моделирования, результатами данного моделирования являются карты распределения поля и потенциала, которые были сопоставлены с картами распределения и длинного сопротивления по поверхности. И показана их достаточно хорошая согласованность. Об этом мы будем говорить попозже. Основные уравнения, которые были предъявлены для описания и для построения компьютерной модели, это уравнение динамского банка, которое описывает зависимость диффузионного потока от концентрации ионов в поликровете и от напряженности электрического поля. Значит, поскольку напряженность электрического поля и плотность тока связаны с отношениями, как и указано на данном слайде, построены карты векторного поля плотности тока будут идентичны картам распределения поля в электролите. Теперь, что же это за карта? На данном слайде представлены слева карта распределения поля, это стрелки потенциала, это цвет в электролите при давлении образца с текстурированной поверхностью справа, с шлифованной поверхностью. Из карты видно, что в центре пластины максимально создадающая электроплотность тока при кутикуляторной плоскости поверхности поля в пластины. Ближе к краям увеличивается касательная составляющая. Это говорит о том, что в центре данной пластины двое образование идет интенсивнее. Разность потенциалов от центра к краям превышает 10 воль. Это значит, что уделение сопротивления как раз в центре данной пластины должно быть лучше. То и показывает партой распределения в электролите на сопротивление поверхности. Такая же ситуация идентична текстурированной пластины, извините, пожалуйста, шлифованной поверхности. Единственное, что разность потенциалов. Здесь менее 10 воль и действительно однородность поля по всей пластины, точнее, распределение поля по всей пластины более однородной, чем по текстурированной пластины. Поэтому и поле образования идет более однородной. Поэтому и уделение сопротивления члифованной пластины более однородной, чем текстурированной. Значит, на данном слайде представлено дальше распределение поля и потенциала в области стыков двух пирамид этих пыльной поверхностей. Слева представлены горизонтальные лечейки, в правом представлены вертикальные лечейки. Здесь мы наблюдаем, то есть, такую же зависимость от ивот, как ивот, как ивот, как ивот, как ивот. О чем, какие выводы мы можем сделать на основании этих двух пирамид этих двух пирамидов? Мы делаем вывод о том, что распределение распределения этнического поля на границе застела кремния вектории напрямую связано с геометрией нашего геометрового анода, что подтверждается также как распределение геометрии этого воздания. Результаты исследования представлены на слайдах и в разыночном материале. Простите, пожалуйста. Хочется выделить следующие результаты. Хочется выделить следующие результаты. Их на слайде представлено пять. Я хотела бы выделить следующее о том, что в данной научной работе разработаны влечения диодных структур с рабочим слоем устройства монокостатического кремния со стабильными воспроизводственными характеристиками. В данный момент исключает в себя и критическое отравление кремниевых монокостатических подложек с метрорельефом и заранее созданным брон-переходом, металлизацию и создание стерилизирующих попрыток в виде кабидокремния и солидодистрозии. Также разработаны методы исследования свойств слоев полистого монокостатического кремния и диодных структур на их основе, заключающиеся в сочетании экспериментальных и расчетных методов. Это оптическо-электронная микроскопия с радиометрическим методом. Это исследование спекров излучения, такие как отруминистерная микроскопия, поглощение, фолькочувствительность и пантовая эффективность и набора контактных и дисконтактных эпохизисследований и длинного количества сопротивлений. Показано, что созданные по разработанной методике структуры по своим характеристикам превосходят классические кланарные пеневые диодные структуры. Кодочувствительность таких структур со строем с рабочимством фолькстного кремния расширена в факту головного волнового части пеппа. Классический кланарный пеневые диоды там практически показаны минимальную филочувствительность. Кодоток квантовой эффективности для пеневых гасток в 10-12 раз больше, чем для растет в ПЕС в год во всем видеомонструкторе на диапазоне. Также на 2-м слайде было сказано о том, что пеневые гастоклеи обладают А так как мы получаем недостаточно анезотропленную структуру, то мы получаем анезодиодную матрицу, которую можно использовать в качестве искусственной сетчатки. Причем противник, который делается в такой матрице на основе полистого кремния, порядок 10 в четвертый, что превышает 8 раз существующие диодные матрицы, использующие их в качестве искусственной сетчатки. Деппированные Эббио-оскортура с рабочим стоимостью полистого кремния дает пик люминесценции на полтора разных планет и работает при комнатной температуре. Практическая значимость работы здесь хочется вызвать следующее положение, что получены результаты. Полученные результаты, значит, данный метод создания диодной структуры использовался при создании экспериментальных моделей солнечных элементов для малого космического аппарата АС2Д, предназначенного для дистанционного задерживания Земли и научных экспериментов. Практически вы можете следующее положение, которое представлено на данном слайде и в расходочном материале о публикации по теме «Апробация работы». Как распределение поля и потенциала, которые представлены на данном слайде? Так вот, у нас слайде здесь в 17-19 показывают конкретные места по образованию. То есть мы доказали, что электрическое поле именно на стенах пирамид обладает достаточно высоким значением, что и показывает как раз-таки локализацию поля с него стоя. При этом в центре для текстурируемой поверхности, где мы сильно мягко рассматриваем передвижение того, что они все правильные, практически одинаковые и слабые, локализация данного поля в центре этой поверхности максимальная. И действительно мы видим, что именно в центральной части мы получаем самые крупные и самые четкие поля. Поэтому отдельное сопротивление здесь у нас получается самым десертным. Да, пожалуйста, кто? Итог? Да, пожалуйста. Идите, пожалуйста, как решенные задачи, полученные результаты, а эксперимент, достижение цели в ситуации? Спасибо за вопрос. Мы получили управляющие параметры для создания полистого слоя с заданными конечными характеристиками. Что это значит? Это значит, варьируя геометрию моего моей текстурированной пластины исходно и варьируя напряженность технического поля, я могу получать поры заданного абсолютно диаметра, абсолютно задней, под толщиной користый слой, а значит получаю определенный процент користости структуры. А полистую структуру влияет от нас на физические характеристики, которые мы настаивали. Это смысл. Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Материалы мы занимаемся достаточно давно. Знаем, что они могут обладать уникальными свойствами. Мы это, наверное, теперь все знаем. Ну, например, если взять наши конструкционные материалы, например, или матричные на композитах, то они обладают уникальной прочностью при хорошей пластичностью, что является необычным, потому что чем выше прочность, мы знаем материалы, тем меньше пластичность, тем более материалом. В любом случае, нано-материал, его совершенной структурой, то являются именно уникальными свойствами. Но это-то известно, а вот как создать такой нано-материал? Как реализовать потенциальные возможности? И это оказывается чрезвычайно сложно. Например, мы вводим нано-частицы в расклав анимума-матричного материала. И нано-частицы не вводят, они не смачиваются. Они, в видеоглобиратов, собираются и не хотят расходиться в равномерность завиация. И если, например, максимальная прочность обеспечивается при 15% нано-частицах в матрице, то мы крутимся около 1% и никак не можем перейти выше, потому что не получается совершенной структуры. Поэтому мне, например, было очень интересно, я считаю, это очень актуально. Вот здесь создание именно нано-структуры. Как это делается? Как реализовать эти уникальные возможности нано-материалы? Ну и Галина Андреевна предприняла обширное экспериментальное теоретическое исследование по режимам электролитического отравления, по влиянию характеристик подложки, исследовала и структуру, и состав покрытий, какие на покрытиях поверхностные слои. Исследовала отдельное электрическое сопротивление под электрическую активность, инвесцентные характеристики отражения и так далее. Создала теоретическую модель, которая достаточно полезна для проведения вот этих вот экспериментов по травлению сухолубь и заданной структурой. У меня хотелось бы просто отвердить результаты, которые здесь получены. Я читаю. Изучен механизм горообразования при электрическом, так или не при электрическом управлении по относительству и при регионе, состоящий из локального образования по руководству и при регионе, при регионе, и на решенности конститута на выступляющих. Разработан метод управления характеристиками поune транспортированному образованию от ветра элли, основанными на разработанные модели 초лообразования. Разработан метод поучения вüberких структур в рабочем слое использована на докторическую премию с стабильными и воспроизводства. 즈 теоретическое направление von очки со bewe識�� энергич settledенной шпыры в призрак Возработаны методы экспериментальными исследованиями в больших половых полисторонах исторического кремния и строительных возможностей. Показано, что созданные в разработанной инфраструктур по инфраструктуре превосходят классическую планарную инфраструктуру. Подпечатительность структур работ в условиях использования кремния расширена инфраструктурная инфраструктура, в основном, где классическая планарная инфраструктура, предоставляет минимальную инфраструктуру. Подпечатительность для оборудовательных образцов есть в разработке для оборудовательных структур. Учитывая биосимистемы биосимистемы, скорость воспринимания, только в его внимании в футболке можно использовать космос в искусственной структуре. Exact. Таким образом, проведенный исследование процессы упора образования на диагностике превратить планарную инфраструктуру Я хотел бы сказать, что эти результаты являются новыми, постамерными, имеют большую практическую значимость, но у меня возникли следующие замечательные вопросы. Первое. Не приводится оценка диаметра порт, изготовленных в образцах хористского времени, поэтому не ясно, в таком классе хористских материалов может быть. Второе. Исследователь структуры состава хорошо было подоплываться в лидер-классном ангаре, так и в следующем состоянии, как и нахреки. В описанной инфраструктальной части, как и нахреки, приведены различные режимы для технических отравлений, но не выделены оптимальные режимы для технических источников. Не приведены параметры слоев, полученных при помощи на ангрифе, написанные в длительные изменениях, поведенными, приведены в путь к определению, чтобы проводились в тюрьме. Четвертое. В качестве достатка можно показать, как и нахреки, представление некоторой части из графического материала, например, в примерах и масштабах технических отравлений. Но приведемые замечания лично держат теоретическую и практическую значительную информацию на ангаре, которые содержат 7 актримных компонентов на ангаре. Музыка и фемия. Диссертация рабочего недалимого времени представляет собой завершенную научную инфекционную работу на вторую тему. Музыка и фемия. Музыка и фемия. Музыка и фемия. Фемия. Музыка и 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 фемия. Доброе утро, коллеги! Ну, я так вкратце хотела бы по поводу таких каких-то работ была уже откученной и какие-то моменты, которые, например, меня больше всего заинтересовали. Ну, во-первых, «Користое кремния» — это, безусловно, очень интересный материал и очень интересные его применения и широкие, с одной стороны. С другой стороны, это очень сложная система за счет того, что это нано-присторический объект, за счет того, что это очень неоднородный объект. И вот, что… просто сами мы тоже работаем с «Користое кремнием», и, например, мы очень хорошо узнали, что измерение музеевого электрического сопротивления — это, ну, некоторые задачи и некоторые тесты отбывают факты. А в данной работе электрическое сопротивление не только измерено, оно измерено двумя способами и показано хорошее согласие от результатов, поэтому, ну, лично я считаю, что это такой очень большой плюс работы. показаны улучшенные характеристики полученных структур для использования искусственной спечатки, главное. Это тоже такой очень хороший результат. К тому же всегда очень интересно, очень достойно какие-то работы, когда проводится не только одна теоретическая работа или, наоборот, только экспериментальна, а когда проводится одновременно и теоретическим моделированием, и оно же подтверждается экспериментально. Вот тоже я считаю, что это большая достойность по работе. К тому же полученные теоретические результаты были использованы на практике, вот на платформе АИС. Это серьезное такое, серьезное хорошее применение, которое, в общем-то, должно быть не только чисто научная часть, но и такая серьезная хорошее применение. Что касается каких-то формальных вещей по поводу эксотации, то очень хорошо написано и подзор. То есть очень понятно, и с помощью очень рамотно проведено как введение в тему и так далее. По поводу замечаний, которые я смогла сделать, я хочу подчеркнуть, что они не столько не снижают научную значимость работы, в общем-то, практически не затрагивают их в сути и не являются недостатками, а являются такими, можно сказать, что пределами. У меня вот возник вопрос, как по РЭМ-изображениям определяли значение суммарной средней площади границы. Есть замечания по разделу P1.1, где гигант график, для плотности тока 15 миллиампер-карат, для менее, в тексте написано упоминать лично ответы. В тексте диссертации не обсуждаются цветовые различия фермерных структур после обработки данителей различных составов. И еще пара замечаний таких формальных. Это отсутствие масштабных линеек правильных изображений и список литературы, которые включают в себя не очень много источников таких самых последних работ, за последние годы, за последние пять лет. Но, опять-таки, повторюсь, что это не столько не снижает научный заинфикус работы. И, безусловно, Алина Андреевна заслуживает, по сожалению, из-под успеха. И, безусловно, Алина Андреевна заслуживает, по-другому, Александру Петровичу, по поводу того, что не поведена диаметр пор я попыталась учесть в этом смысле в своем докладе, диаметр пор у нас формирует от десятков данных метров до метров этих микронов. По поводу того, что некоторые рисунки не читали, не знаю, согласно, в подавляющих очень много. Хотелось разместить, как можно больше, показать все про тело работы по этому курсу, и выжимать, но под каждой фотографией есть масштабная линейка, на которой удобно можно различить. Как раз-таки масштаб, он варьировался от десятков анометров до десятков микрометров. По поводу замечаний Дарьи Михайловны. Как мы измеряли площадь наших пирамид и употребляли, мы использовали программу J-Microvision в версии 1.2.7, мы выделяли какую-то конкретную область на раме изображения, выделяли пирамидки, пирамидки оптимировали до украины пирамид, и таким образом считали среднюю площадь одной пирамиды. Далее о том, что цвет образцов действительно у нас, у меня в диссертации есть таблица, которая содержит цвет образцов. Мы эту тему не разбили дальше, потому что хотели аппликовать несколько работ на научных на эту тему, но, к сожалению, не получился, поэтому мы считали невозможным использовать данные дальше и расставить эту тему на диссертации. Полностью согласно замечанию по поводу того, что нигде хватает работы в последние три года, основная работа была сделана в период с 2012 по 2014 год, поэтому большинство источников было анализировано и между этими годами. По поводу замечания ведущей организаторы, хотелось бы отметить следующее, что температуру различных источников, которые мы тоже анализировали по поводу прообразования, температуру не приводили как фактор, влияющий на прообразование. Все наши исследования проходили в комнатной температуре, а различие в некоторых градусах не влияет на процесс прообразования. Состав электролита, который действительно был лучший, это мы проорализировали десятки электролитов, самый лучший получился на основе твариковой, из платы и с перерыва отношений один к одному. Когда мы получали, здравствуйте, для первого лица стола предложения, когда мы меняли тварику из платы, создает аммония. Получилось следующее отношение. Эта аммония – 15 мл, вода – 2 мл, изобретенную кусты – 2 мл. Это самые хорошие составы и колитвы, которые показывают стабильные результаты. По поводу того, что у многих замечания, которые написаны на акт электролита, напоминаются, что не приводится гражданику в этом первом, это привести к нашему продукту, поэтому по какому-кому, создание прихода в комплекты. Но, хочется отметить, что все области, полученные нашим способом, мы измеряли, были проектированы, это единственное, что у нас не вышли по публикации, в которых мы могли бы это указать, поэтому мы посчитали, тоже будет иметь и сообразно приводить данные вот этой практики, для тех, кто на работе, и авторизбиратель. Однако, наличие двухподготовок в наших структур, которые были введены, на умеющиеся графики, бывали о существовании этой косвенной, знаете? «Симпатиции». Вот. «Симпатиции». «Симпатиции» «Симпатиции». «Уважаемые коллеги, мы на МТС, когда слушали эту работу, сразу поняли, что очень интересная ситуация есть, Но множество недостатков, которые обнаружились на этот момент, были вызваны тем, что научный руководитель, например, пока не имеет большого подготовки специалистов. Но наши ребята, кто смотрел на коронаву, помогли, дали замечания, и особенно того, чтобы у нас времени не было, чтобы вылезать серта и минимизировать все замечания, которые дали абоненты на три-два, тем не менее, работа состоялась. Многие вещи записаны очень хорошо и достоинно, например, научная новизна. Поэтому я поддерживаю эту работу и призываю вас к прогнозамой земли. Спасибо. 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 Спасибо.